Продолжаем выпуск. Сената Молюмаджлиса совместно с фондом имени Конрада Аденаура организована международная онлайн-конференция на тему актуальные вопросы качества и безопасности пищевых продуктов в стране. В ходе встречи обсудили совершенствование правовой базы сферы, систематизацию деятельностей предприятий. По данным Всемирной организации здравоохранения, 40% заболеваний населения непосредственно связаны с неправильным питанием. Поэтому важная роль отводится к качеству и безопасности пищевых продуктов. Обеспечение этих двух показателей сложный процесс, который начинается с поля или фермы, а заканчивается в тарелке потребителя. Как отмечалось, у нашей республики в этом направлении имеется большой потенциал и соответствующие ресурсы. В Узбекистане ежегодно выращивается более 10 миллионов тонн овощей, свыше 17 миллионов тонн другой сельхозпродукции и производится 2,5 миллиона тонн мяса. Благодаря рациональному использованию земли, чередованию культур, получению двух и даже трех урожаев, выращиваемая продукция не только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и экспортируется. В частности, по сравнению с 2017 годом, экспорт сельхозпродукции увеличился в два раза. При этом действующее законодательство не охватывает все необходимые аспекты, позволяющие обеспечить качество и безопасность пищевой продукции, в том числе внедрение на соответствующих предприятиях системы анализа рисков в контрольных критических точках. Кроме того, контроль безопасности пищевой продукции осуществляется целым рядом профильных министерств и ведомств. Однако четкого распределения полномочий между ними не существует. В результате нередки случаи дублирования функций. Постановление президента о дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения и указ о мерах по смягчению коронавирусной пандемии, кардинальному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения служат важным фактором развития сферы. Я рад участвовать в обсуждении стратегического видения, изложенного в данных документах, а также в стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-30-е годы. Ведь преобразование продовольственных систем служит достижению цели устойчивого развития. Поскольку ваша страна планирует необходимое улучшение в официальной систематизации методов контроля пищевой продукции, я бы выделил инструмент ФАО «ВОЗ» для оценки систем контроля качества пищевых продуктов. Его использование позволит ответственным министерствам действовать гораздо более согласованно. Помимо применения передового зарубежного опыта в организации системного мониторинга пищевых предприятий, речь шла о государственном, парламентском и общественном контроле за деятельностью хозяйствующих субъектов, которые специализируются на производстве пищевых продуктов. По итогам обсуждения выработаны рекомендации по дальнейшему развитию системы обеспечения пищевой безопасности потребителей, внедрению в практику международных стандартов подготовки квалифицированных специалистов сферы.